Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня хотелось бы начать с темы нашего общественного транспорта. Не буду это пересказывать и напоминать о всем том негативе, который вызывают наши маршрутки, которые работают на маршрутах в городе. Достаточно важным этапом это послужит покупка новых электробусов. Закупить мы их сможем с помощью денег Европейского инвестиционного банка. На данном этапе мы говорим о 30 абсолютно новых электробусов. Это современные машины. Договор сейчас как раз находится на ратификации Верховной Раде, так как деньги выделяются под государственные гарантии. Хотелось бы отметить, что из 65 единиц, ну почти это половина, ну 30 единиц это пойдут в Одессу. Это достаточно весомый результат нашей работы в том числе. И безусловно электробусы в первую очередь будут это работать на маршрутах, которые соединяют самый большой спальный район Суворовский с центром города и по улице Балковской, где это когда-то было демонтировано это путевое хозяйство. И сейчас в альтернативу, как и было обещано городским головой Геннадем Леонидовичем, будут восстановлены маршруты, но уже не трамвая, а электробуса. Это развивая тему нашего общественного транспорта, хотелось бы отметить, что к большому сожалению мы сейчас живем в период этой карантины. И те данные, которые ежедневно мы получаем о количестве заболевших людей в Одессе, далеко не утешительные. Поэтому хотелось бы обратиться в первую очередь к жителям и гостям нашего города, которые в первую очередь пользуются общественным транспортом, да и вообще, которые посещают общественные места. В обязательном этом порядке носите маски. Что касается общественного транспорта, уже на этой неделе вышли наши сотрудники отдела контроля, которые контролируют то, как соблюдается масочный режим. При необходимости, если люди будут отказываться надеть маски, сотрудники отдела контроля будут вызывать это полицию. Давайте не будем допускать до этого. Развивая тему транспорта, хочу отметить о том, что в Одессе мы уже завершили работу по высадке деревьев, то есть и уже появился, можно сказать, полноценный зеленый туннель. На участке это 4-5 станция Большого фонтана, это вдоль 18 маршрута нашего трамвая. Кто пользуется этим маршрутом, я уверен, заметили те зеленые насаждения, которые появились, а это более 100 деревьев и тысячи кустов. Кто еще не успел заметить, посмотрите, обязательно выглядит действительно хорошо. А с наступлением весны, когда вокруг станет все намного зеленее, эта картинка будет, безусловно, еще ярче. В дальнейшем уверен, эту инициативу мы будем в городе множить, и это не последний зеленый этот туннель, который появился вдоль наших путей. Ну и на завершение хотелось бы еще сказать о том, что учитывая то, что зачастую наши жители не знают, это кому именно сообщить о том, что у них в доме нет тепла, либо есть какая-то авария, либо недостаточно теплых батареей, то, чтобы вы не искали нужный номер телефона, чтобы вы не искали нужное ведомство, это кому об этом сообщить в городское хозяйство, либо в ТГО, либо в администрацию района и так далее, сейчас заявку можно оставить на службу 1501, а уже оттуда эта заявка будет передана в необходимое ведомство, и максимально быстро мы повторяемся решить ваш вопрос. То есть еще раз хочу сообщить, что если у вас дома холодные батареи, либо есть какие-то сбои с этой подачей теплоносителя, это пожалуйста сообщайте на 1501, и мы будем максимально быстро на это реагировать. На сегодня, наверное, все. Как обычно, видимся через неделю. До свидания.